Денис Викторович, вот смотрите, ровно год назад, практически в январе 2020 года, вы были назначенным министром Министерства экономического развития и инвестиций и туризма, а еще внешней связи. Внешней связи, да. И буквально, ну скажем так, через два, через три месяца случилось то, что случилось. Страна стала, экономика стала, вообще все остановилось. Как вот вы вот это все восприняли, то есть новый министр, новой должности, с какими-то наверняка новыми проектами, планами, перспективами, и проходит два месяца, и все прекрасно понимают, что вообще непонятно, что делать. Ну, наверное, стоит начать с ожиданий, с которыми я приходил на это рабочее место, на позицию министра экономического развития Оренбургской области. Понятно, что как человек, который находился на руководящей должности в течение почти 20 лет, возглавляя крупное промышленное предприятие и другие проекты, все-таки я был ориентирован на развитие. Но 20-й год, это был такой год для вас тоже, это не секрет, что это год не про развитие в большей степени, а про сохранение. И поэтому здесь несколько надо было скорректировать свои планы, свои ожидания, свое видение. И понятно, что как только все это случилось, надо было прежде всего думать о том, чтобы спасать бизнес, чтобы спасать проекты. И поэтому, конечно, вот 20-й год с точки зрения ожиданий и планов, он, конечно, был очень сильно скорректирован в этой ситуации. Но с другой стороны, здесь, знаете, как супруга моя говорит, сразу в холодную воду. То есть сразу надо было принимать такие очень быстрые оперативные решения, потому что как только фактически вся эта история пандемическая развернулась, мы очень быстро организовали и штаб, и профильный вице-губернатор тоже штаб по противодействию, по сохранению экономики Эрбургской области организовал. И вот в этих условиях, в штабных, в таких полувоенных мы провели практически весь год. Но фактически вы все равно занимались не тем, чем планировали, в принципе, да? Потому что это другая работа немножко, совершенно другая. Да ну нет, вот вы наименование, название министерства произнесли, да? Вот из этого всего фактически экономическое развитие, да, на паузу не сказать, что было поставлено, но было очень сильно скорректировано. По инвестициям, понятное дело, да, что в этих условиях инвестировать крайне сложно. Туризмом мы, тем не менее, занимались. И, в общем-то, в принципе, вот уж в этой части год точно оказался такой для нас возможностью, потому что, понятное дело, что в основном россияне, когда планируют свой отпуск или какие-то поездки, они прежде всего смотрят на возможность выехать за пределы территории страны, за пределы страны. А в данном случае все-таки внимание развернулось на внутренние возможности. И импортозамещение. Импортозамещение вот в чистом виде произошло конкретно в сфере туризма. И поэтому здесь мы очень неплохо проработали, и вот находимся уже там на стадии завершения нескольких проектов, попозже, наверное, поговорим об этом. Вот, поэтому здесь у нас была, конечно же, возможность. И что касается внешней деятельности, ну, здесь мы тоже, в принципе, продолжили работу, но мы здесь немножко переобулись, переформатировались с учетом всей вот этой ситуации. То есть перемещения были невозможны, но те проекты, которые были ориентированы на экспорт, они просто, скажем так, были подкорректированы, и результатов мы добились. Хорошо, давайте вернемся вот на 20 лет назад, как вы сказали, что практически 20 лет руководили крупным предприятием. Вы, в общем-то, по первому образованию даже не экономист и не технари, а вы закончили бедный институт, да? Индиас. Правильно? Да, совершенно верно. И вдруг, неожиданно, там, после окончания пединститута, буквально через пару лет, стали руководителем достаточно серьезного предприятия. Как так случилось? Причем это предприятие техническое, я бы сказал, такое, которое производит продукцию, да? Не перепродает, а именно занимается производством. Как так случилось? Да, ну, я сразу могу сказать, потому что очень часто этот вопрос мне задают. Закончил педагогический университет, факультет иностранных языков. Я, на самом деле, ни одного дня учителем не проработал и, в принципе, не планировал. Просто так вот по тем возможностям, мне всегда нравились иностранные языки, поэтому я изучал и английский, и немецкий. И раньше возможность заниматься языками была и специализироваться на этом. Либо ты заканчиваешь педуниверситет, это сейчас возможности много, и курсы, и все что угодно. Либо ты едешь в суд подготовки военных переводчиков. Ну, у нас в Оренбургской области одно учебное заведение на этом специализировалось, поэтому я туда пошел, его, в общем-то, закончил. А что касается следующего моего высшего образования, я прямо буквально через два года получил второе. Это уже было связано с менеджментом промышленного производства. Поэтому, в принципе, когда я уже возглавил предприятие, это было в 2002 году, у меня уже было профильное образование. То есть я был абсолютно к этому готов. И в-третьих, наверное, все-таки работа генерального директора, это больше работа организационная и менеджерская. Это больше про стратегию, нежели про операционные моменты. Поэтому, понятное дело, что было и директор по производству, и был финансо-экономический отдел. Но, тем не менее, был совет директоров и генеральный директор, которые занимались управлением. Я никогда не занимался этим исключительно один. Мы работали командой и компанией, и поэтому... Тем не менее, в бизнесе достаточно долго, и получилось так, что вы из бизнеса перешли во власть, в министерство. Хоть и профильное, но, тем не менее, это все-таки немножко другая работа. Как изменилось здесь мировоззрение? То есть вы оказались под другую сторону этого бизнеса? То есть ту, которую вы не знали или не так хорошо представляли себе, или все-таки вы понимали, чем вы будете заниматься? Для меня органы власти, это не сказать, что какая-то новинка. Потому что я дважды избирался депутатом Оренбургского городского совета. И в последний раз избирался от однонадатного двадцатитысячного округа. И, в принципе, тоже достаточно серьезная была ответственность. Двадцать тысяч – это фактически территория небольшого города. И с исполнительной властью мы тоже взаимодействовали достаточно активно. И с городской, и с областной. Поэтому представление о том, как это работает, у меня было. Понятное дело, что не на все сто процентов. И, конечно, когда уже пришлось, скажем так, непосредственно заниматься своими должностными обязанностями в новой роли, в новой должности, конечно, для меня было очень много нового, много открытий, многое пришлось постигать. Но скажу так, что я немножко иначе посмотрел на всю эту ситуацию. Потому что, понятное дело, когда ты предприниматель, деловой человек, тебе зачастую кажется, что власть работает не совсем так, как могла бы. И мы зачастую склонны критиковать то, что происходит. Когда смотришь на всю историю изнутри и видишь отношения коллег, сотрудников, я говорю только про свое министерство сейчас, про наше министерство. Потому что все-таки вижу теперь изнутри, как это все происходит. Мы видим, что очень сильно ориентированы на, причем все сотрудники ориентированы на достижение целей министерства, на командную работу. Здесь, конечно, тоже многое можно поправить. Но в целом, я считаю, что достаточно эффективный коллектив для достижения результата. Хорошо. Вот вы сегодня как бы все равно взаимодействуете с бизнесом, но уже с другой точки зрения, в другой ипостаси. Вам кажется, как теперь министру, уже не как руководителю, не как директору крупного предприятия. Ваше отношение к бизнесу изменилось, либо наоборот, вы решили, что это люди, которым вы будете помогать, или, я не знаю, министерство будет помогать. И при этом они будут получать какие-то, скажем так, даже поблажки от вас. Вот такого нет. Я просто рассказываю такую историю, что, допустим, приходит человек, который отработал на предприятии, да, он становится большим начальником. Он начинает помогать там своим, да. Ну, допустим, он занимался там добычей нефти или добычей угля. Вдруг он становится, начинает по профилю там помогать своим тем, ну, может быть, и друзьям, а тем, с кем он работал, с кем зарабатывал деньги и так далее. Вот это не присутствует здесь? То есть, какие-то интересы? Да, честно говоря, знаете, может быть, и хотелось бы слишком как-то особенно помочь, но для этого теперь есть министерство промышленности, которое пусть помогает промышленным предприятиям и на этом специализируется. Наша задача – это развитие экономики региона в целом. Здесь нельзя делить какие-то предприятия ближе, какие-то больше, кто-то больше заслуживает поддержки, кто-то меньше. Если предприятие по всем параметрам подходит под, скажем так, требования, предъявляемые для предприятия для получения мер поддержки, то, конечно, предприятие просто абсолютно спокойно может этими мерами воспользоваться. Здесь преференций никаких, абсолютно никаких нет. Другой вопрос – фокус внимания. То есть, например, если мы говорим, да, это, кстати, на это часто указывает и губернатор, говорит, ну, если вы развиваете, например, туризм, да, и развиваете туризм в определенных территориях, наиболее перспективных, вы тогда и фокусируетесь на этих территориях и мероподдержки направляете на те компании, на те предприятия, Это уже комплекс. Которые, да, которые планируют развивать именно эти территории, наиболее перспективные, опять же, я повторюсь, для экономики Оренбургской области. Ну, вот, к туризму второй раз возвращаемся. Частный пример. Да, выходим вокруг него, все-таки, давайте поговорим об этом. Внутренний туризм, и уже можно сегодня говорить, что министерство имеет определенные какие-то проекты, которые, возможно, уже в ближайшие перспективы будут реализованы. Я говорил о тех вещах, которые там называются туристические бренды и так далее, да, вот несколько слов об этом. Я тогда начну с таких локальных, маленьких вещей, да, вот когда, опять же, наступила вся эта история с пандемией, связанная с пандемией. Понятное дело, что потребность перемещаться, смотреть какие-то места показа, потребность в новых впечатлениях у жителей Оренбургской области, она никуда не делась. Другой вопрос, что зачастую и границы между регионами закрывали, из Оренбургской области не пускали и въехать было сложно. Поэтому в этих условиях вот у нас наше управление, наш отдел по развитию туризма, он как раз и сформировал программу 30 маршрутов, которые находились там буквально в полутора-двухчасовой доступности от центра города Оренбурга. Мы этому придали такую широкую огласку распространения и вот по отзывам, которые мы там отслеживали в наших соцсетях и по отдельным опросам жителей Оренбургской области и города Оренбурга, мы поняли, что это такой был достаточно успешный шаг для того, чтобы жители свою потребность удовлетворили в путешествиях, не выезжая даже за пределы Оренбургской области. Потому что, опять же, вникая в историю, связанную с внутренним туризмом, я и мои коллеги поняли, что потенциал у регион очень большой. И мы зачастую просто даже не знаем, что находится там в 100-150-300 километрах от города Оренбурга. И поэтому это вот первый такой момент. Затем мы очень серьезно отнеслись к проекту, связанному с развитием туризма на сопредельных территориях, который граничит с особо охраняемыми объектами природы. То есть это на нацпарке, нацпарке, заповеднике. Это самый популярный в мире тренд по развитию туризма. То есть даже экскурсионный туризм – это второе место. Номер один – это когда человек едет, например, на сопредельную территорию, граничную с какой-то там особо охраняемой зоной, и там, соответственно, отдыхает, смотрит, гуляет, проводит время. Самое популярное направление. Поэтому у нас три особо охраняемых природных территории в Оренбургской области. Это национальный парк Бузулкский бор и два заповедника. Оренбургский и Шайтантаун. Оренбургский – это где как раз известная лошадь Пржевальского. И как раз приезжал заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации. С губернатором мы дважды уезжали вместе и в заповедник Оренбургский, и в национальный парк Бузулкский бор, для того, чтобы этот проект обсудить, упаковать и представить в Минприрода, для того, чтобы сформировать туристический продукт. У нас сейчас чуть-чуть, небольшая пауза в этом есть, но мы обязательно до конца с руководителями особо охраняемых природных территорий мы, соответственно, эти проекты обязательно доведем. У нас сейчас номер один фокус – это создание и защита брендового маршрута Оренбургской области. То есть, это маршрут трехдневный, приезжаешь в пятницу, уезжаешь в воскресенье, наполнен различными событиями, и это маршрут, который получает аккредитацию в Ростуризме, и после этого имеет возможность продаваться, предлагаться федеральными туристическими агентствами. Как турпакет, да. Как турпакет, да. То есть, это тоже такой ресурс для привлечения туристов из других территорий к нам в Оренбургскую область. Первый день, он достаточно интересный, такой сложный. Первый день – это город Оренбург, знакомство с достопримечательностями, с историческим центром, с объектами показа – это город Оренбург. Второй день – это, соответственно, музей Черномырдина, Саракташский район, Андреевское подворье, то есть в ту сторону. И третий день – это заповедник Оренбургский. Парлашадей. Да, в большей степени про это, да. Ну, есть еще там опции. Какие под это можно события подогнать? Вы говорите о том, что под события все равно мы должны будем формировать это. Я имею в виду, что он достаточно разнообразный. Это экскурсионная программа, это посещение там… Я думаю, может, какие-то фестивали затеваете или еще что-то крупное. Но мы же постепенно с вами идем, да, вот в этой логике. То есть, сейчас я говорю о том, что и, соответственно, атмосфера степи, и горизонт открытия, название брендового маршрута, если там, скажем, ну, я уверен практически, что мы защитимся. И, конечно, все наши действия будут в части развития туризма связаны с позизионированием Оренбургской области с учетом ее географических и исторических особенностей. То есть, понятно, что это степной край, он отличается от… Это у нас есть, что посмотреть, что показываете. Он, самое главное, что он отличается от привычных моря, лес, горы. То есть, те туристы, которые там уже были, я думаю, что мы сможем здесь привлечь для того, чтобы показать, каким образом территория Оренбургской области отличается. Она может быть не связана с министерством напрямую, это тема, которая касается цифровых денег. Вот вы как сами относитесь к тому, что скоро, возможно, появится цифровой рубль, уже, в общем-то, заготовится законодательная база, и, в общем-то, наверное, жизнь изменится. Потому что цифровые деньги – это уже немножко другая жизнь, да? Как вы оцениваете перспективы и то, что будет происходить? Здесь, наверное, в первую очередь стоит ответить на вопрос, а на что это повлияет? То есть, какие изменения произойдут? То есть, тогда мы сможем оценивать… Это повлияет, наверное, на все. Потому что даже вчера новость, которая прилетела о том, что ФНС теперь будет выкладывать в личном кабинете госуслугок, или покупки, и все чеки, которые вы будете оплачивать онлайн, да, как бы это уже говорит о том, что жизнь меняется кардинально, да. То есть, уходят наличные расчеты, уходят еще какие-то вещи. То есть, нас ожидает какая-то другая экономика, или нет? Ну, вообще, вот я всегда придерживался такой теории, что вот максимальная прозрачность, максимальная официальность и максимальная предсказуемость во всем, она идет только на благо. То есть, я отработал, еще раз говорю, в компании, которая максимально пользовалась большим авторитетом и в налоговой службе, и в банках. И мы в свое время имели возможность привлекать большие заемные средства для развития, потому что мы всегда работали честно, в белую, всегда зарплата у нас была официальная. Хорошо, давайте тогда еще поговорим все-таки о более, можно, таких глобальных проблемах. Есть стратегия развития региона, которая была принята уже достаточно давно. В 2010 году. В 2010 году, да. она будет как-то меняться или трансформироваться, или будет новая какая-то стратегия придумываться? Или под старую будут какие-то определяться приоритеты? Это очень хороший вопрос, очень вовремя заданный. И это один из фокусов внимания министерства и профильного управления. Дело в том, что, да, действительно, в 2010 году была принята стратегия развития Оренбургской области, и вот уже за окном 21-й год, и за весь этот период стратегия Оренбургской области ни разу не пересматривалась. И поэтому, когда в 2019 году губернатор привлек специалистов для разработки дорожных карт по отдельным направлениям развития Оренбургской области, здравоохранения, сельское хозяйство, образование, нефтегазовый комплекс, логистика, то, понятное дело, что сразу стало понятно и видно, что этому направлению придается очень большое значение. Потому что должен быть ориентир целевой, обозначенный, оцифрованный, чтобы было понятно, куда мы идем. И в настоящий момент мы, ну, фактически, мы завершаем работу над предложениями по корректировке стратегии Оренбургской области в целом. То есть, понятное дело, что мы те наработки, которые предложила компания Strategy Partners относительно направления развития, вот те, которые пять я перечислил, конечно, мы их учтем и туда, вот в наш вариант стратегии мы туда интегрируем. То есть, они готовят только эти дорожные карты? Ну, они по пяти направлениям, которые я перечислил. Но там нет туризма отдельно, там нет цифрового развития. То есть, это тоже очень важно, то, о чем вы говорите. Поэтому эти направления мы тоже обязательно посмотрим, трансформируют промышленность отдельно, то есть, обрабатывающую, допустим, промышленность. Тоже как отдельное направление развития региона, то есть, всегда было. Все-таки, вот, прошлый год, когда буквально там в январе назначили были министром, отмечали уже день рождения в феврале как министр, и год спустя. То есть, вы уже отработали достаточно продолжительное время, какие-то вещи для себя, наверное, осознали по-другому. Вот, вы как человек, как Денис Гончаров, насколько изменились или стали другим за этот год? Сказать, что все осталось по-прежнему, было бы, наверное, сказать неправду. Я убежден, что вот человек, он не меняется. Поэтому принципы и ценностные мои установки, они остались такими же, как и были до этого. Что касается моих навыков, компетенций, скажем так, ну, возможно, даже немножко изменение каких-то там принципов с точки зрения там оценки предыдущих моих подходов. Да, конечно же, поменялось, потому что это совершенно другой вид деятельности, совершенно другой уровень ответственности. Потому что одно дело, когда у тебя в сфере ответственности 150-200-300 человек, другое дело, когда ты отвечаешь за регион, за благополучие региона в целом. У нас в этом плане с коллегами подход такой, что, в общем-то, Министерство экономического развития, оно как бы должно задавать тренд, куда идти. Это естественно. Да, поэтому в этой части, конечно же, поменялся. Ну, а оценки людей, допустим, вы как сейчас оцениваете людей по-другому или так же, как вы? Новая позиция, новая должность дала мне возможность оценить людей с другой стороны, потому что, понятное дело, что я, наверное, на многие вещи смотрю теперь с другого ракурса. Вот. И понимаю, что диапазон оценок, он намного шире в настоящий момент. И люди, которые работают в правительстве Оренбургской области, я об этом говорю абсолютно искренне, это люди, которые работают на результат, это люди, которые работают ради развития региона. И если у нас было бы еще чуть больше времени для передачи, для программы, то мы бы с вами привели примеры, которые уже на виду. То есть те изменения, которых долгое время не было, их уже можно посмотреть, потрогать, понять, что они произошли. Можно привести этот пример? Да, пожалуйста. Если мы говорим про пространственное развитие даже региона, про дороги, опять же, про дорогу, ну вот все, что мы видим, инфраструктурные истории, да, такого региона не видел никогда, и это уже вот говорит о влиянии, говорит о целеполагании, говорит о том, на что направлен фокус внимания правительства. Ну вот, а если брать чисто человеческие такие качества, все-таки на первом месте для вас, скажем так, профессионализм, компетенции или порядочность, такая ответственность, хотя эти вещи нельзя сравнивать, но все-таки их можно как-то взвесить. Ну, я же мужчина, поэтому, знаете, профессионализм и доведение дел до конца, это все-таки должно быть мужскими качествами. Что касается второго порядочности, таких общечеловеческих качеств, ну, я думаю, что они обязаны быть, потому что это игра в долгу, эта игра такая, это про долгие отношения между людьми, отношения, коммуникации, опять же, как говорит сейчас губернатор, это основа успеха и для человека, и для региона. Все, спасибо. Спасибо.